Схватка за первое место весовой категории до 83 килограмм. Ну, ребятам есть за что побороться. Первое место, плюс призовые, плюс респект от всех и зрителей, и присутствующих в зале. А в зале присутствует, как мы уже говорили, весь цвет, цвет российского джу-джитсу и грэплинга. И цвет, и цвет. Да, здесь сейчас немножко темно и вы не видите, но зал полон просто легендарными личностями, выдающимися спортсменами, тренерами и людьми, которые, собственно, делали этот вид спорта в нашей стране. А мы смотрим финал. Атаки на ноги. И вот, честно, я бы вот с удовольствием посмотрел финал, немножко такой затаив дыхание. Ну, в финале они так смотрятся, но работа другая. Вот есть издержки. Зато у нас самые лучшие места, если бы не прожектор. Это да. Зато мы можем смотреть вкладки в 3D, что называются. Да, и как всегда уже по практике, ислам находится в позиции сверху, находится в атакующей позиции. Пытается найти возможности для проведения приема, для прохода гарда. Сегодня как-то он достаточно большое время проводит на ногах, если мне память не изменяет. Как-то все его, да, снизу я его не припоминаю, чтобы он находился. Судя по сегодняшнему дню ислама, тебе нужно будет изучить повнимательнее. Сто процентов. Мне кажется, он заявит о себе на российском поле. Может быть даже и на мировой арене. Ну, на мировой арене он и не перестает как-то двигаться. Да, он уже. Достаточно титулов, которые подтверждают тот факт, что на мировой арене он активно работает, активно выступает и добивает своих результатов. Что называется, он идет на продвижение своей личности в борцовских топах. Но в России, я так понимаю, что он нечастый гость был до сегодняшнего дня? Возможно, я где-то что-то упустил. Ну, я что-то сомневаюсь, что ты где-то что-то упустил, особенно спортсмены такого уровня. В любом случае, достаточно запоминающаяся у него внешность, достаточно запоминающаяся стилистика и вид борьбы. Поэтому, скорее всего, может быть, он не так часто к нам приезжал. Но я надеюсь, что после сегодняшнего турнира будем видеть его почаще на татаме в России. Реально показывает интересную борьбу, постоянно прессует своих оппонентов. Да, я думаю, что и ребята, которые сегодня с ним поборолись, имели счастье получить опыт, тоже были бы не прочь повторить, так сказать, из спортивного интереса. И тоже не где-нибудь на опенмате, а на хорошем турнире. Да, работает на проход. Реверс Доларио, не шилд. Давут Магомедов работает сейчас в защите. Кстати, хорошо играет гард. Ну, финал как-никак. Здесь, мне кажется, не осталось людей, которые плохо играют гард. Не дает возможности его обойти, очень быстро реагирует. При том, что Ислам двигается, не переставая, не то чтобы он где-то застывал на проходе гарда. Он меняет направление, он делает хорошую работу. Одним словом, финалисты. Лучший из лучших, кто был сегодня. Поэтому... Первые три минуты... Ой, извините. Первые четыре минуты матча прошли. 1-0 сейчас в пользу Ислама Мамилова, но это за счет того, что... Ну, за счет гардпула, да, назовем это так. За счет добровольного гардпула. Маленький балл. Маленький балл. Маленький балл, знаешь ли, решает большие... Иногда делает большие вещи. Да. То есть, на финалах, на турнирах высокого уровня не бывает маленьких баллов или небольших адвентажей. Да, то есть, уровень не тот. Вот тем и хорош прессинг, что, мне кажется, у тебя всегда появляется, как ты говоришь, небольшой адвентаж. Который, в любом случае, производит впечатление на судей, производит впечатление на зрителей и тем самым отражается на доске. Да, но работа на ногах будет немножко более утомительней, ну, работа на проход, нежели работа в гард. Да, она поэтому и оценивается выше, на мой взгляд. Надо сверху накрывать. Как говорил один из людей, которых я могу называть своими учителями, да, несмотря на то, что напрямую никогда там не тренировался долгое время, у этого человека Михаил Погодин. В гарде ты должен научиться минимум затрачивать усилий, а при проходе гарда ты должен работать вот просто на всё, отдать всё, чтобы пройти гард. Вот и с вами это делают. Рубит, давит сейчас позиция фронт-хедлок. Да, достаточно плотно взял шею. Сегодня я уже отмечал, что давно не видел завершения схваток гильотиной, но вот, судя по всему, сегодня тоже останусь я без гильотины увиденной. Но было достаточно плотно. Ох, я бы не зарекался в компании таких борцов, стольких борцов здесь на мероприятии, что останешься сегодня без гильотины. Ну, хочешь, чтобы ты расстроенный домой не уезжал, я сейчас тебе фронт-хедлок. Не, спасибо большое, я посмотреть больше. А то от чёрного пояса такие заявления слышать как-то. Да ладно, это что? Сейчас пересяду на другое кресло. Не давай двигаться! Продолжает, продолжает Ислам прессовать своего оппонента, пытается пройти. Да, и в текущей манере поединка, в текущем сценарии, там минута осталась, да, и у Ислама как будто бы чуть больше шансов сохранить свои баллы. И может быть даже вырвать ещё один на проход, да, он частенько бывает очень близок к проходу гарда. А вот свифа или выхода на полевой от Дауда, ну, мы пока очевидного не видим. Так вот складывается. Сейчас сценарий матча. Но в чём прелесть работы Дауда? Несмотря на то, что вот уже, казалось бы, близкий проход, он в контрите. Вот это тогда! Очень хорошо. Вот это было красиво. И удержать. Это был красивый проход. Не пытается согласиться с этим Дауд. Но было мощно. И так 4-0. 4-0 на табло. И осталось 10 секунд. И до овертайма в этом матче не будет. Ислам Мамилов. Какое завершение схватки. Неожиданно. Кто ставил на Мамилова? Вы сейчас выиграли большие бабки, ребята. Поздравляем участников. Поздравляем финалиста. В этой встрече победу по баллам одержал Ислам Мамилов. И стал чемпионом весовой категории до 83-х килограмм. ФСА-контендер. С чем мы его поздравляем? Ваши бурные аплодисменты. Вау. Вот так вот новичок влетел, залетел, уверенно забрал. Да, не просто, не сказать, что прям супер уверенно. Но это было интересно. Красавчик. Ну и давайте же поддержим также Давуда. Друзья, Давуда поддержим. Давуда достойно боролся до самого конца.